Итак, мы продолжаем. Мы, по сути, подходим к понятию саморазвития как основа твоей опоры. Ну что ж, саморазвитие. Что такое процесс саморазвития? Весь этот час, наверное, мы с вами поговорим об этом с тобой. Процесс оценки и развития на протяжении всей своей жизни навыков, качеств и целей, чтобы максимально реализовать свой потенциал. Соответственно, берем чистый лист, новый, и записываем. Мой потенциал. И снова к тебе вопрос по оценке. Насколько от 1 до 100% ты используешь свой потенциал? Удивительно, когда ты честно отвечаешь себе на вопрос, ты видишь такие цифры, которые тебя просто удивляют. И теперь следующий вопрос. А что мешает развитию твоего потенциала? Напиши 3 причины. Итак, у нас появилось 3 причины. И если мы с тобой возьмем и посмотрим, то это и будут наши главные цели, на которые будет направлено изменение. То есть твоя задача поменять вот эти 3 причины, убрать, для того, чтобы ты мог продолжать свое саморазвитие. Саморазвитие – это твоя капитализация. Как понять, что такое капитализация? Капитализация – это некая оценка стоимости тебя внешним миром. Разделим нашу группу на несколько людей. Если ты предприниматель, то твоя капитализация – это сумма твоих активов, твоего бизнеса и прибыль, которую ты зарабатываешь в течение года. Это есть столько, сколько ты стоишь. Капитализация человека, который работает по найму или работает в организации – это уровень его заработной платы текущей и потенциальный спрос на него на рынке, если он на этот рынок выйдет. Таким образом, получается, что если ты точно знаешь, сколько ты стоишь сейчас, но ты точно понимаешь, что завтра ты выйдешь на рынок, и тебе предложат другую заработную плату больше, то это и есть твоя потенциальная капитализация. Зачем тебе развитие? Развитие в повышении стоимости своей капитализации. Как в области твоего дохода, твоего бизнеса, так и в области заработной платы, если ты работник по найму. Давай немного поговорим о том, как строится вообще саморазвитие. Мне очень важно, хотел бы привести тебе такое выражение Дэниела Пинка. Секрет мотивации саморазвития в стремлении управлять человеком своей жизнью, в которой есть цель и смысл. Удивительная вещь, да? Получается, что твое саморазвитие будет лишь тогда тебя мотивировать, когда в твоей жизни есть цель и смысл. Цель – это нечто большее, что ты ответил на вопрос, когда я просил тебя написать «Зачем?». Зачем ты здесь? Цель твоей жизни – это то, ради чего ты живешь. Вполне возможно, я допускаю, что у тебя ее нет. И ты просто ходишь на работу, честно выполняешь свою возложенную тебе обязанность. Это тоже жизнь и это тоже цель. А смысл… В чем отличие цели и смысла? Цель – это некая сформулированная задача, которую можно таким образом написать, что к ней можно составить план. И таким образом ты, составив этот план жизни, ты можешь прийти и достигнуть свою цель. Но смысл твоей жизни – это привнести в нашу жизнь, в большую жизнь, где есть не только ты, но и я, и другие люди, нечто большее, нечто исключительно связанное с тобой, твоей жизнью, результатами твоего труда, твоим взглядом на мир, твоим воспитанием детей, твоим, я не знаю, наследием, то есть некий смысл. Подумай об этом. Возможно, тебе будет о чем, как говорится, поразмышлять на досуге. Вновь говорю о том, о ценностях убеждениях. Представляю человека в виде айсберга. Напоминаю тебе, что все, что ты видишь в отношении других людей и себя – это твое поведение. Поведение твое основано на том, какие у тебя ценности и какие у тебя убеждения. Но именно ценности и убеждения формируют твои модели поведения. То есть ты либо учишься, либо не учишься. Ты либо вкладываешь в себя, либо не вкладываешь, либо занимаешься саморазвитием, либо нет. Потому что ты действуешь привычным образом. Теперь мы подходим к тому, что неплохо было поговорить, что мое развитие может двигаться через мое обучение. Но чему учиться, зачем учиться? Мы возвращаемся к вопросу, цель жизни, она предопределяет и может быть разложена на план. Соответственно, в плане могут быть такие вещи, что, чтобы достигнуть твою цель, тебе нужно чему-то научиться. А понять это сможешь лишь только ты сам. Вообще взрослые люди учатся иначе. Если мы говорим о том, что детям, им достаточно слова «надо», то это получается одинарная петля обучения. То есть у тебя есть действие, результат, сравнение. То есть ты отправил ребенка в школу, он получил результат, двойку или пятерку, сравнишь с нужной, там, с тройкой, четверкой и говоришь «да, окей». И вот так происходит обучение людей. Но, когда мы говорим об обучении взрослых, у нас появляется вторая петля. Человеку взрослому нужен смысл, цель и ценности для того, чтобы чему-то начать учиться. И именно когда ты понимаешь теперь свои ценности, ты можешь сформулировать свою цель, ты можешь обозначить себе задачу, а зачем тебе учиться? Если у твоего саморазвития нет цели, к сожалению, это похоже на тот слайд, когда я говорю «мы быстро что-то начинаем и быстро бросаем». Если ты не понимаешь зачем, то очень сложно удержаться на долгой дистанции, на высокой мотивации к тому, чтобы заниматься саморазвитием. Саморазвитие имеет в себе структуру определенную. Эта структура изложена на этом слайде. Прежде чем я начну что-то делать или чему-то обучаться, мне необходимо осознать, что мне нужно учиться. Второе. Когда я осознал, я непосредственно уже делаю процесс. Я обучаюсь чему-то. Когда я чему-то обучился, то во мне происходит некая внутренняя трансформация. Мои прежние модели поведения заменяются на новые, на основании полученного обучения, которое я реализовал. Удивительно, да? Но осознанный человек, это человек, который понимает, зачем он учится, что он делает и для чего, это самообучающаяся система. Система, которая сама двигается. То есть изначально получается, что если ты четко знаешь свою цель, идеи о том, чему учиться, будут приходить тебе на постоянной основе. И ты будешь точно знать, что тебе нужно делать. Давай рассмотрим простую базовую философию человека, который не является осознанным. Которому в целом учиться как таковым дополнительным результатам не нужно. То есть мы будем думать о том, что по большому счету для него и так все хорошо. Не надо ставить цели, не надо думать о смысле. В целом как бы окей. Итак, философия его достаточно понятна и проста. Я отучился в школе, я отучусь в институте или где-то еще, например, в техникуме. Или вообще я не буду учиться, пойду в армию, например. Я пойду на работу и буду работать там до пенсии. Таким образом получается, что эта схема, она раньше работала. Но проблема заключается в том, что схема-то было больше не работает. Все поменялось. Мир изменился. Сегодня невозможно не обучаться. А чтобы доказать тебе, я привел маленький фрагмент одного интересного видео, которое ты скоро посмотришь. Мало того, сейчас происходит технологическая революция. Я уже не говорю о том, что чат GPT и искусственный интеллект настолько далеко заходят в нашу жизнь, что мы через какое-то время перестанем думать. Вебинар этот веду я или мой дипфейк и искусственный интеллект. Давай посмотрим это видео. Я уверен, что тебе понравится. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 То есть оно определяет твой уровень развития, твой уровень, твое направление, движение. Ты меня спросишь, а зачем тебе компас? В первую очередь, чтобы не сбиться с пути. Второе, он дает тебе чувство надежности своего внутреннего я. Третье, ты будешь един с тем миром, основанным на любви к себе. И снова ты, 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 Нужно развиваться. Что такое критерий вообще внутреннего развития? Давай посмотрим. Живет по своим правилам, значит, что хочет. Берем снова лист бумаги и пытаемся найти те зоны развития, которые тебе необходимы. Первое. Живет по своим правилам, значит, что хочет. Насколько от 1 до 100% ты живешь по своим правилам и знаешь, что хочешь? Второе. Уважает свое мнение и индивидуальность. Насколько от 1 до 100% ты уважаешь свое мнение и индивидуальность? Третье. Ты берешь ответственность за свои поступки. Соответственно, насколько, давай так, в скольких случаях в своей жизни от 0 до 100% ты берешь ответственность за свои поступки? Четвертое. Ты способен быстро приобретать новые навыки. Способность быстро приобретать новые навыки. То есть понимать, что тебе необходимо, находить информацию, обучаться и встраивать в себя что-то новое. Находишь выход из трудных ситуаций. Насколько от 0 до 100% в жизни ты быстро находишь выход из трудных ситуаций? Быстро и качественно, я бы даже так сказал. И пятое. Шестое. У тебя есть независимость от чужого мнения. От 0 до 100%. Посмотри сейчас на эти черты развивающего человека. Посмотри сейчас на свои оценки, которые ты поставил. Обведи кружочком наиболее важные и знаковые моменты из этих шести, которые тебе точно в ближайшее время ты бы хотел прокачать. Я выбрал три. Напротив каждого напиши, пожалуйста, одно действие. Одно действие. Что поможет тебе начать двигаться в этом направлении. То есть ты читаешь пункт, номер, смотришь свою оценку. Если ты выбрал ее главный, ты точно понимаешь, что тебе нужно сделать в этом пункте, чтобы поднять свою оценку от того, где ты есть, ближе к 100. Отлично. Вот тебе получается минимальный план твоего развития, который появляется для того, чтобы ты действительно стал тем самым развивающимся человеком. Смотри, как интересно. Мы с тобой вообще ничего не говорили о том, что надо чему-то учиться. Мы с тобой пытаемся изнутри понять тебя, насколько ты вообще, тебе необходимо развитие. Если необходимо, то какое. На чем оно должно строиться. Как твои ценности могут в этом помочь тебе. Какие черты ты должен в себе прокачать, чтобы мог быть развивающимся человеком. Ну что, переходим дальше. Я бы хотел тебя познакомить с теорией, которая называется Life Long Learning. Это значит обучение длиной в жизнь. Я являюсь тем самым примером в отношении себя лично и своих окружающих, что я постоянно чему-то учусь. И это обучение дает мне новые знания, новые идеи, мотивацию к тому, чтобы двигаться куда-то вперед, развиваться до такой степени, чтобы находить в себе все новые и новые интересные области развития. Итак, что же такое Life Long Learning? Обучение длиной в жизнь – это вечный процесс твоего созидания. Это значит, что ты никогда не останешься таким, какой ты есть. Ты всегда будешь меняться, потому что развивая в себе те или иные черты, ты никогда не знаешь, куда они тебя могут привести, к чему твое может получиться предназначение и как ты можешь действовать. Соответственно, у тебя есть некий твой базовый уровень, тебе что-то дано в этой жизни. Но когда ты сталкиваешься с тем, что какие сильные стороны у тебя есть, тебе нужно черпать оттуда энергию. Давай решим с этим вопросом. Что же такое твои сильные стороны? Тебе вновь потребуется твой блокнот или лист. И сейчас мы снова познакомимся с самим собой. Ты знаешь, знакомство с самим собой. Сильные стороны твоего, твоей личности или характера. Раз, два, три. Запиши три самые сильные стороны своей личности. Я с удовольствием поделюсь с тобой то, что записал я. Я написал следующее. Мои самые сильные стороны личности – это доброта, энтузиазм и любопытство. Я думаю, что именно это позволяет мне быть тем, кто я есть. Есть интересное новое упражнение. Давай сейчас его сделаем. Итак, возьми лист бумаги и нарисуй на нем некую черту, длинию. Вот, например, там посередине со стрелочкой. С точкой в начале, стрелочкой до конца. Окей. Что это за линия? Это линия последних десяти лет твоей жизни. Сейчас у нас здесь два, ноль, два, три. А здесь от него здесь 2013 год. Раздели этот кусочек линии на десять частей. Десять полосочек, получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А теперь на этой линии отложи то, в каком году и чему ты учился. Давай делать это вместе. Вспоминаем. 2013 год. Учился ты чему-то или нет? Трудно вспомнить. Да, я понимаю. 2014. 2015. О, как далеко, да, как глубоко. Стоит об этом подумать, например, посмотреть свое резюме, посмотреть свои дипломы. А чему ты учился? И учился ли ты вообще чему-то за последние десять лет? Или наоборот, может быть, ты только закончил вуз? 2016-й, 2017-й, 2018-й, 2019-й, 2020-й, 2021-й. Вот тут уже пошли воспоминания. 2022-й. И 2023-й учишься ты сейчас. Смотри, какой классный момент, такой простой-простой скрининг. А чему ты учился в последнее время? Возможно, тебе это даст какие-то мысли. То есть посмотреть, устарели ли какие-то знания, нужны ли они тебе сейчас. И чему ты вообще учился? Как мы уже сказали, мир непрестанно меняется. И в мире происходит огромное количество изменений. Изменений, связанных с тем, что происходит необратимая трансформация человеческого труда. И по большому счету, для твоего развития является твоей защитой от внешней среды. Вот мы, смотри, с тобой сделали такое интересное упражнение, да, про твое образование. 10 лет. Точно такое же упражнение ты можешь сделать и сам. Когда проанализируешь свой жизненный опыт. Ты возьмешь и подумаешь, а какие решения в отношении своего развития ты принимал. Может быть, это была твоя карьера. Может быть, это был переход на другую работу. Или наоборот, поступление в институт. Или переезд в другой город. Или что-то еще. Посмотри и подумай, что являлось причиной и какие ты получил результаты. Потому что сейчас, даже сейчас, в момент нашего вебинара, возможно, ты стоишь перед каким-то серьезным выбором о том, какая причина тобой движет и какой результат ты хочешь получить. У меня в этом связи вопрос. Когда ты на все это посмотришь, чему ты сможешь научиться, посмотрев на свой опыт. Я передам организаторам эту презентацию, у тебя будет всегда возможность найти тот самый момент, который для тебя будет важен, чтобы ты мог остановиться и подумать на эту тему. Ну что ж, вот еще одно упражнение. Давай с тобой прямо сейчас сделаем это упражнение. Берем чистый лист бумаги и делаем следующий такой, рисуем круг и делим его внутри на 10 частей. Я тебе сейчас объясню, зачем это будет делать. Это всегда очень интересное упражнение. Когда ты разделил круг на 10 частей, у тебя получается 10 секторов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Итак, сейчас мы сделаем маленькую самооценку. Это вновь к тому, где ты находишься сейчас, который ты сможешь потом использовать для того своего развития. Я задам тебе 10 вопросов, а ты поставишь внутри на линии, исходящие из центра я до края, это у нас будет вся линия 100%, а ты поставишь там, где ты находишься, на какой линии ты находишься от нуля до ста. Итак, насколько у тебя развиты коммуникационные навыки? Ставим от одного до ста процентов. Первый сектор. Второй сектор. Насколько ты технически умеешь владеть компьютером и другими техническими навыками? От одного до ста процентов. Следующий сектор. Насколько ты хорошо взаимодействуешь с другими людьми? Умеешь взаимодействовать, тебе не стыдно взаимодействовать. Ты можешь устанавливать отношения с другими людьми. Насколько ты подстраиваешься к ситуации, которая сейчас есть вообще в мире? Насколько в тебе развиты навыки исследования? То есть, когда тебе нужно что-то узнать, ты знаешь, где искать эту информацию, как ее искать и что нужно сделать, чтобы эту информацию можно приложить к себе. Следующее. Умеешь ли ты управлять проектами? Это значит, когда ты принял решение что-то делать, ты знаешь точно, как туда дойти. То есть, проектом может быть изучение английского языка, не знаю, в конце концов, там, создание какого-то маленького бизнеса. Или наоборот, выполнение какой-то задачи по работе. Следующее. Насколько ты знаешь, как оптимизировать тебе твою жизнь? Насколько ты эффективен? Насколько ты знаешь, там, уроки, там, тайм-менеджмента, приоритизации? Давай поставим эти циферки везде. Угу. Класс. Следующее. Насколько у тебя сильная мотивация вообще что-то делать, трудиться, достигать результатов? Следующее. Насколько ты знаешь и чувствуешь эмоции других людей, чтобы управлять своими эмоциями? Таким образом, смотри, какая интересная получилась фигура. У меня получилась вот такая. У тебя, возможно, другая, где самые низкие западаемые грани и есть зоны твоего развития. Ты знаешь сильные стороны своего характера, а теперь ты получил зоны своего развития. То есть, мы с тобой с разных сторон подходим к понятию развития, саморазвития, для того, чтобы двигаться куда-то вперед. Ну что ж, теперь настало время поговорить действительно о саморазвитии. Какие же преимущества дает тебе постоянное развитие длиной в жизнь, рост мотивации? У тебя всегда есть энергия что-то делать. Твое развитие, твое обучение, оно ориентируется исключительно на тебя, на твои личные цели, на твои личные ценности, на твои интересы. Это дает тебе возможность становиться другим, совершенствовать себя в каких-то определенных отраслях. Не во всех, невозможно сразу изменить свою личность. Да и не нужно, ведь ты уникален тем, какой ты есть, но ты можешь прокачивать в себе какие-то личности. Вот это и есть элемент самосовершенствования. Для того, чтобы демонстрировать миру свои знания и навыки, тебе нужна уверенность. Уверенность, она двухсторонняя вещь. С одной стороны, ты уверен, потому что ты знаешь, а с другой стороны, ты уверен, потому что ты можешь это использовать. То есть, ты можешь демонстрировать миру, но тебе обязательно нужны для этого знания. Получается, что во всем элементе самосовершенствования и саморазвития нам нужно достижение некой высшей точки в том, что мы делаем. Не важно, что ты делаешь. Не важно, в чем ты хочешь развиваться. Тебе нужно достигнуть определенного профессионализма. Профессионализма в том, что ты делаешь и в том, что ты хочешь научиться. Причем профессионализм тоже может быть разный. Он может быть и 100%, и 80%, и 90%. Ты можешь сейчас оценить себя, насколько ты профессионален в той деятельности, которую ты делаешь сейчас. В той профессии, в которой ты делаешь сейчас. Ту работу, которую ты делаешь сейчас. И по большому счету мы с тобой подошли к тому, что нам необходимо сформировать план развития. План твоего саморазвития. А где же мы возьмем информацию об этом? А информация у тебя уже давно есть. Первое – зоны твоего развития. Второе – твои университеты. Третье – твои сильные стороны. Четвертое – твои цели. Пятое – твой потенциал. Шестое – твои ценности. Седьмое – твои цели. И если ты возьмешь и проработаешь все эти моменты непосредственно после того, как мы закончим свой вебинар, ты точно сможешь составить план своего развития. Ну что ж, как настроение? Мы подходим практически к завершению. Один – настроение прекрасно, хочем двигаться дальше. Два – что-то не то, что-то не так. Как я и говорил, тренинг неинтересный, тренер тоже неинтересный. Прекрасно. Есть возможность попить водички, передохну. Самое главное – то, что ты делаешь сейчас, отвечая себе на вопросы, это ты делаешь исключительно для себя.